16 ноября 1667 года в Стальгольме был казнен Григорий Каташихин, бывший русский подданный и подячий посольского приказа. В 63-м году он был завербован шведским дипломатом Адольфом Эберсом, которому за 40 рублей подячий сообщил важные сведения. Через год Григорий бежал в Польшу, где поступил на службу королю Яну Казимиру. Но вскоре, опасаясь выдачи московским властям, бежал в Швецию, где также поступил на государственную службу. И по заданию канцлера Делагарди написал большой рукописный труд о России, который состоял из 13 глав, содержавших сведения о государственном устройстве, царях и царской семье, их образе жизни, дворцовом обиходе, служил в их сословиях, особенностях русского посольского ритуала, о приказах и вооруженных силах. Также о административном устройстве, о боярстве, о крестьянах, о быте и народных нравах. Этот его труд заказчику понравился. Григорий получил большое вознаграждение, на радостях он начал гулять и кутить, и однажды в пьяной драке убил своего друга и покровителя, переводчика с русского, Даниила Анастасиуса, за что шведский суд и приговорил Каташихина к смертной казни. Дело Каташихина было доставлено в анатомический театр университета города Упсалы, где его скелет долгое время служил в качестве анатомического пособия. Его же литературный труд стал очень важным источником по русской истории 17 века и даже был опубликован на родине в середине 19 века.